Последние два ограничения довольно трудно проверяемы. Есть еще несколько ограничений, более конкретных, и проверка которых производится в самом факторном анализе. Давайте запустим и посмотрим, о чем идет речь. Переносим шесть переменных, интересующих нас в рабочее окно. В описательных просим вывести матрицу корреляционную, уровень значимости, КМО и тест Бартлета. Запускаем. Корреляционная матрица с уровнями значимости. А вот табличка, о которой я говорил. Тест КМО и тест Бартлета позволяет предварительно оценить, насколько наша корреляционная матрица пригодна для того, чтобы в ней искать пучки парных линейных связей. КМО принято считать должен быть больше 0,5. И уровень значимости гипотезы о сферичности данных, соответственно, должен быть меньше 0,05, чтобы эта гипотеза о сферичности отклонялась. Гипотеза о сферичности означает, что наши данные, опять же, не подходят для работы факторного анализа. Дальше мы видим общности или комбиналитис. Показывают, какой процент вариации каждой наблюдаемой переменной объясняет наша факторная модель. О какой факторной модели идет речь? Мы не сами задаем в данной ситуации число факторов. Мы оставили по умолчанию критерий Кайзера. А по критерию Кайзера в модели остаются те факторы или компоненты, которые объясняют больше одного собственного значения. То есть, которые объясняют больше одной наблюдаемой переменной. В сумме у нас 6 переменных, то есть 6 собственных значений. Опять же, 6 факторов объясняют 6 в сумме. Собственные значения равные 6. Но не все факторы одинаково хороши. Первый фактор у нас объясняет большую часть вариаций наблюдаемых переменных. Второй поменьше, третий еще меньше. Четвертый, пятый, шестой рассмотрения не берутся, потому что каждый из них объясняет меньше, условно, 100% вариации. У нас всего 600% вариации, потому что 6 переменных. Вот каждый из них объясняет меньше 100% вариации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok